Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». Да! Деловая аннотация! Здравствуйте, дорогие друзья! Это Ксения Шамова и программа «Да! Деловая аннотация», где я делюсь новинками бизнес-литературы. Сегодня про общение, анализ языка тела и поиск невербальных сигналов, выстраивание коммуникаций в жизни и бизнесе. 10-15 лет назад, когда ещё телефоны не так активно вошли в жизнь, приходя на бизнес-события, вольно или невольно происходило знакомство. Сейчас с телефонами стало проще. Можно ни с кем не знакомиться, а сидеть в телефоне. Назовём это в зоне комфорта. Или общаться только со знакомыми. Всегда ищу то, что перевернёт представление о привычных действиях. И когда я выбирала книгу, прочитав первые страницы, где автор честно призналась, что она когда-то была очень застенчива и показала ключ к коммуникативной грамотности. Вопросов, брать или не брать книгу, не осталось. Она влюбила в себя с первых страниц. Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и находить общий язык с людьми. Автор Ванесса Ван Эдвардс. Рекомендованный возраст 16+. Используя научно обоснованное средство коммуникаций, все неудачные эксперименты и наработки автор книги превратила в популярный блок «Наука о людях» в лабораторию по изучению человеческого поведения. Каждая глава в книге повествует об одной из 14 поведенческих хитростей. В книге три части с заданиями и кратким обзором глав. В первой главная мысль, как превратить незнакомцев в знакомых. Как быстро вызывать доверие к себе и произвести запоминающее первое впечатление. Во второй главе, как читать лица, чтобы понять потребности собеседников и научиться предсказывать их поведение. В финальной части, как сохранить отношения до конца дней. Как рассказывать истории, показывать свою уязвимость и вовлекать окружающих в то, что вы делаете, давая им возможность проявить свои таланты и умения. 96% опрошенных в блоге у автора книги считают, что самый важный фактор успешности карьеры – это умение общаться, чем технические навыки. В книге представлена история известных политиков, бизнесменов, экскурсоводов, домохозяек, ораторов конференций и ток, активистов благотворительных организаций. Ванесса показывает, как можно выстроить грамотную коммуникацию на реальных примерах. О ней заговорили, стали обсуждать умения девушки с юмором рассказывать о болезненных вещах, уязвимости. С тех пор она дала более 20 автобусных выступлений, и каждая собрала оншлаг. Паон нашла самый короткий путь к сердцу другого человека. Она рассказывает истории. А один из государственных деятелей, обладавший застенчивостью, без громкого солидного голоса, чтобы стать президентом, сделал ставку на умение выстраивать доверительные отношения тет-а-тет. А после выступил с самой короткой приветственной речью, сказав, просто дайте мне шанс. Известный физик точно подметил, что информация – это не знание. Единственный источник знаний – это опыт. После прочтения книги Ванессы Ван Эдвардс «Наука общения» все это важно применять на практике. Попробуйте, это просто. Приключение начинается. Да, деловая аннотация.